Музыка Для меня просто уникальная возможность попробовать поработать и побывать в Москве, потому что я сама из УПИ. Я давно не участвовала в конкурсах, и для меня это был очень желанный опыт. Мне было интересно поучаствовать в этом конкурсе, потому что это как бы моя стезя сейчас. Любой конкурс у музыканта – это необходимый этап в его становлении. И, собственно говоря, наш подъем наверх, творческий, он состоит в основном из конкурсов, потому что именно на конкурсах проверяются все важные качества, необходимые для музыкантов. Ну, прежде всего, сценическое поведение, владение собой, умение подать художественно, убедительно текст. И я считаю, что это очень полезное начинание, потому что они не только выступают как солисты, а проходят второй тур, который очень отчетливо показывает отношения к оркестровым партиям. Мы играем конкурс артистов симфонического оркестра. В первом туре мы играем сольную программу. Это обязательно должны быть три разных стиля, чтобы показать себя с разных сторон. Во втором туре мы играем оркестровые трудности, очень безумно сложные. Нам ноты выдают за две недели до дня Х, который был сегодня. И мы должны показать максимум на все, что мы способны. Второй тур – оркестровые трудности. Это самый сложный тур этого конкурса и самый важный. Поэтому мы всем всегда рекомендуем уделять особое внимание подготовке не только сольных произведений, но и оркестровых трудностей по всем специальностям симфонического оркестра. С одной стороны, первый тур, где ты играешь сольные пьесы для Габоя, легче в плане того, что ты можешь сам выбрать любимую пьесу, которую ты много раз обыгрывал. Оркестровые трудности сложны тем, что нет музыки до отрывка трудностей. Нужно в лоб взять красивую чистую ноту. И это действительно оркестровые трудности, потому что они выбирают такие самые сложные и заковыристые места в оркестровых произведениях. Ну, что просто вообще, знаете, я открываю, смотрю первые же страницы, и мне хочется плакать. Я не понимаю, какими штрихами это играть. Я не понимаю, куда это играть. Я смотрю записи, а там всех виланчили, знаете, со спины показывают, где-то в уголку кадра. Я делаю замедленную съемку, пытаюсь понять, куда у нее локоть там идет. Дальше будет майнер, седьмая, травы. Кто-то умеет играть технично, быстро, кто-то умеет играть громко, высоко, внизу наоборот. Выписки разные, как раз на разные виды техник, чтобы послушать музыкантов с разных сторон. Сложность заключается в том, что ты не один, а у тебя сидят рядом коллеги в оркестре, с которыми ты должен быть в ансамбле. И тут раскрывается качество человека, насколько он умеет слушать своих коллег, насколько он реагирует на ту или иную, там, перехват фраз. И помимо этого ты должен еще владеть прекрасным инструментом. Хочется пожелать, наверное, того, чтобы в вашей жизни, в вашей профессии, в профессии человека, который является исполнителем, чтобы он был не просто исполнителем на трубе, там, в алторне, тубе, тромбоне, там, а чтобы он был действительно музыкантом, который играл на музыкальном инструменте, он выражал свои чувства, свои эмоции. И вот когда он читал этот шифр нотный, он не только слепо выполнял указания или повторял, как делает сосед, а он проявлял что-то свое. Я бы пожелала больше записи слушать. На самом деле в наше время, когда огромное количество возможностей учиться самому, изучать, интересоваться, пусть интересуются, пока есть время, пока молоды, потому что потом, когда начнется жизнь, когда начнется работа, концерты и так далее, времени не будет. А вот пока есть возможность впитывать, надо впитывать. Этот конкурс очень хороший, потому что люди прекрасно проходят все те же самые ощущения, испытания и получают результат, причем такой зримый, реальный и вообще счастливые люди, которые сюда попали.